сейчас да мир вам дорогая церковь дорогие друзья кто первый раз у нас здесь с украины приветствуем вас нелегкое время для нас оценить всю эту ситуацию ситуацию войны хотим какую-то оценку дать ободрить как мы можем как верующий поддержать вообще в этой ситуации говорит ли библия о том как мы можем поддерживать друг друга в таких ситуациях благодарю бога что библия не просто набор каких-то фраз молитв те молитвы которые там есть они были с реальных ситуаций псалмы это ничто другое как крик души молитвы написанные которые читались или пели и многие из псалмов они как раз писались как раз военные ситуации в события не очень легкие и один из псалмов он как раз отражает отражает вот суть сердца давида когда он находился в очень очень тяжелом состоянии у кого из вас есть библии можете вместе со мной открыть псалом 141 мы прочитаем этот псалом и позже будем размышлять о нем псалом 141 учение давидова молитва его когда он был в пещере голосом моим господу возвал я голосом моим господу помолился излил пред ним моление мое печаль мою открыл ему когда изнемогал во мне дух мой ты знал стезю мою на пути которым я ходил они скрытно поставили сети для меня смотрю на правую сторону и вижу что никто не признает меня не стало для меня убежище никто не заботится о душе моей я возвал к тебе господи и сказал ты прибежище мое и часть моя на земле живых в нем ли воплю моему ибо я очень изнемог избавь меня от гонителей моих ибо они сильнее меня выведи из темницы душу мою чтобы мне славить имя твое вокруг меня соберутся праведные когда ты явишь мне благодеяние я назвал эту проповедь проповедь крик души в бедственном положении и первый первый первые два стиха первый пункт который я бы хотел выделить это выразить боль души в словах облечь боль души в слова давид вообще очень мужественный человек храбрый смелый один из самых храбрых вообще во всем израиле то есть если посмотреть на его жизнь помните когда галиаф вышел сражаться то из всего войска израилева не нашлось ни одного храброго человека и в том числе саул никто не сказал я пойду буду сражаться единственный кто сказал я пойду сражаться это давид то есть мы понимаем что давид не был таким маменькин сыночком который вот все боялся там и вот плакал везде знаете таким сентиментальным человеком он боролся с он боролся со львом то есть зачем я это говорю мы перед собой видим очень мужественного отважного мужчину или на русском такой мужика который не боится сражаться при этом интересно что давид все же чувствует свои границы и этот же давид имеет переживание в сердце и то о чем может быть многие мужчины бы не сказали или скрыли бы свой страх то давид не боится писать то что он переживает или открывать свою душу писать строки и просто показывать что у него в душе а в душе как раз вот эти переживания в душе он переживает и мы должны понять ситуацию в какой проблеме давид находился мы читаем у кого есть библия это значит с первого опять вот с первого стиха по 3 это этот псалом учение давида молитва его когда он был в пещере голосом русский язык здесь написано голосом немецкий перевод дает криком то есть голосом вслух как бы он говорил но в принципе здесь это голосом он кричал то есть криком моим господу взывал я голосом опять криком моим господу молился излил пред ним моление моё печаль мою открыл ему чтобы понять чуть-чуть нам глубже нужно понять эту ситуацию в которой давид находился когда давид победил голиафа то весь израиль узнал что он является героем все праздновали его песни пели и каждый четко знал это наш человек кроме одного человека и этот человек был саула и он возненавидел потому что успех давида проявил зависть в сердце саула и саул стал ненавистником до конца жизни и многие разы он пытался своим копьем пронзить давида давид уклонялся несколько раз и вот здесь ситуация вот этот псалом когда он скрывался в пещере да он как раз убегает от давида то есть речь идет о жизни и смерти и если вы знаете то давид скрывался не один день примерно три года в пустыне это был была горная местность пустынная где укрыться было практически негде с давидом были люди его близкие друзья его семья родственники которые сопровождали его и вот именно в этой ситуации он находится мы читаем это 1 царств 24 глава с 1 по 3 стих и вышел давид оттуда и жил в безопасных местах энд гади когда саул возвратился от филистимлян его известили говоря вот давид в пустыне энд гади взялся у 3000 отборных мужей из всего израиля и пошел искать давида и людей его по горам где живут серны вот эта ситуация то есть давид в бегах и подумайте только 3000 лучших солдат за за давидом но с ним тоже есть люди но все же привилегия преимущество на стороне саула но в десятки раз все все войны то есть окружили и конечно давид понимает вообще что саул который пытался уже несколько раз убить его он не шутит и он пришел с солдатами не просто там ну посмотреть с давидом поговорить он понимал что он его убьет давид прячась в этой пещере понимал что кстати пещера она и убежище но также и как бы такое замкнутое помещение есть я поймали в пещере а куда ты бежать бежать будешь когда давид спрятался в пещере он не знал что враг его саул подойдет так близко и зайдет даже в эту пещеру по нужде и когда он зашел по нужде в пещеру у давида была стопроцентная возможность пронзить убить его но он отрезал краешка одежды его то есть представьте ситуацию вас ищет и враг ваш вы слышите его голос малейшее вы шевельнулись услышали и асаута окружает 3000 солдат какой шанс и мы понимаем что в этот момент страх нету такого человека героя который бы сказал а я не боюсь когда приходит реальная угроза приходит страх здесь сидим сейчас мы слышим военных действиях на на украине и я понимаю кто-то скажет ну да ну конечно страшновато там картинки посмотреть да но если бы ты там был где бомбы взрываются а мужчины сами по себе бог вложил в них быть защитниками своей семьи своих детей своей жены и ты понимаешь что я не могу защитить у меня нету шанса просто не могу это разрываешься и это очень страшно когда мужчины плачет и давид он кричал к богу кстати а почему кричал громко почему не просто где разница между молитвой и криком крик души когда он кричал от безвыходной ситуации а ситуация была безвыходная и он понимал что у меня шансов нету у меня сегодня вообще никаких шансов нету это та ситуация в которой сегодня украина находится россия в десятки раз больше и сильнее что касается что касается военной техники и кому бежать кому бежать это очень непростая ситуация похоже аналогичная как давид и три тысячи человек попробуй выступить и ты понимаешь а что мне сказать и ты понимаешь если бог не защититься меня здесь раздавят просто меня не будет ты будешь видеть как твоих родных убивают и поэтому давид не только молился а кричал излить перед ним свою душу это означает открыть свою боль боль души когда мы открываем боль души мы рассказываем свои страхи свои переживания дело в том что иногда нам не хочется когда мужчины плачут о чем ты плачешь ну как бы но я не буду об этом говорить некоторые плачут во внутрь себя я не скажу некоторые в подушку давид мог описать да у нее есть страх мужчина который не боялся идти против голиафа описывает свой страх почему страшно знаете когда я видел картину и не только с украины сейчас и до этого когда в сирии была война и отцы несут своих детей раненых слезы мужчины которые могут воевать которые могут сильными быть остаются бессильными вот это состояние которое давид описывает это военная ситуация и смотрите бог разрешает нам открывать свою душу изливать говорить свою боль это это правильно и хорошо тот же момент он предупреждает нас от ропота и вот здесь как раз очень важно нам как церкви верующим и тем кто сегодня находится в такой проблеме очень важно найти грань когда мы рассказываем боль богу это хорошо и мы можем это говорить господи мне больно я я не могу понять этой ситуации но когда мы начинаем роптать а это высказывать недовольство в сторону бога обвинять это напрямую грех против бога смотрите мы читаем числа 11 глава 1 стих народ стал роптать вслух господа и господь услышал и воспламенился гнев его и и возгорелся у них и возгорелся у них огонь господень и начал истреблять край стана в этом случае человек не просто как бы открывает душу а он обвиняет бога и это грех поэтому друзья когда нам тяжело когда мы в тяжелой ситуации мы можем изливать свою душу и говорить господи мне больно мне тяжело я не знаю кому идти это хорошо давид это делал бойтесь обвинять бога и ставить бога на скамью подсудимых господи как ты это сделал почему ты это так и то есть когда человек начинает против бога идти это грех нету ситуации в которой мы бы попали и сказали бог ты несправедлив да мы эту ситуацию не можем объяснить абсолютно не пробуйте на ум ее объяснить ее невозможно объяснить почему бог бог как бы допустил эту ситуацию это несправедливость но и в этот момент в этот момент бог приглашает изливать свое сердце перед ним он слышит тебя но не обвинять но не роптать то что давид делал то есть открывал свое сердце друзья когда вам тяжело не надо эту боль нести в своем сердце вот почему псалмы полны призывают где давид открывает свою боль говорит мужчина который был очень сильный второе боль о безразличии окружающих что делает боль такой тяжелой или невыносимой для нашей души это постоянная угроза что ты не можешь скрыться на протяжении длительного времени то есть ты не можешь чувствовать себя нигде уверенным и безопасным давид постоянно должен был скрываться представьте себе ты выходишь на улицу так думаешь так кто бы меня сейчас не увидел хоть бы меня не сдали то есть это очень напряженное время или ты выходишь с дома и ты понимаешь сейчас могут убить так надо тебе как-то уходить очень тяжелое состояние смотрите смотрю на правую сторону и вижу что никто не признает меня не стало для меня убежище никто не заботится о душе моей я возвал к тебе господи и сказал ты прибежище мое и часть моя на земле живых то что делает его вот эту скорбь настолько невыносимой это что люди отвернулись от него везде враги везде люди которые за ним гонятся теперь подумайте только Давид был один из самых узнаваемых людей в Израиле почему потому что когда пришла победа от Бога когда он сражался с Голиафом он стал известен во всем Израиле но когда Саул стал гоняться за Давидом Израиль тоже знал и смотрите что сделал Саул ненавистник как он перевернул информацию и поставил себя или Давида в плохом свете а сам себя поставил в хорошем свете мы читаем это 1 царств 22 стих 6 по 8 стих и услышал Саул что Давид появился и люди бывшие с ним Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке и все слуги его окружали его и сказал Саул слугам своим окружавшим его послушайте сыны Вениаминовы неужели всем вам даст сын Иисия поля и виноградники и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками что вы все сговорились против меня и никто не открыл мне когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иисия и никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне оковы как это ныне видно вот читая это последнее предложение о чем здесь Саул говорит кто строит кому оковы Давид строит оковы Саул то есть получается преступник Давид а жертва Саул и знаете что печально вот эти все люди развесили свои уши которые раньше пели Давид герой и смотрят и думают да Давид наверное против Саула пошел единственный выход что нужно сделать убрать Давида а знаете в чем истина состоит а истина состоит в том что Давид ни в какую секунду ни в одном месте не искал и не желал смерти Саула после этого случая вот после этой разборки один предает Давида и Саул который был человеком Божьим хладнокровно как убийца убивает восемьдесят невинных священников саул саул тираном смотрите но как он предподносит информацию что он жертва если вы услышали например что у Давида с Саулом вот Давид с Саулом воюет что бы вы сказали кто-то может сказал надо молиться потому что Давид с Саулом воюет так кто с кем воюет Давид когда-то воевал с Саулом нет а кто воевал с Давидом Саул родные почему это важно сегодня для нас вы знаете что средство массовой информации сегодня это источник лжи когда говорят Россия с Украиной воюет молитесь за обе стороны правильно но знаете как получается как будто украина напала на Россию и некоторые так перепутали на самом деле на самом деле Россия наступила на Украину то что сделал Саул по отношению к Давиду и сегодня нужно молиться чтобы да тот кто преследует ушел с этой страны российским войскам делать нечего на Украине это не их страна родные вот почему нам нужно правильно оценить и молиться еще раз молиться не за врагов мы не молимся за врагов чтобы Господь их уничтожил Давид не молился уничтожь Саула Давид молился освободи и спаси меня и мы как церковь должны понимать и правильную оценку давать а правильная оценка Господи помилуй поэтому когда человек строит из себя жертву а на самом деле он агрессор вот здесь нужно правильно понимать и то кто должен прекратить был войну это Саул а он и не хотел прекращать вот почему Бог вмешался в эту ситуацию родные почему мы об этом говорим потому что то что происходит и то что еще Давида когда он шел и искал защиты а подумайте Давид был в своей стране теперь он бежит и люди отворачиваются от него он в нужде покушать обращается к Навалу помните а Навал как сказал а кто ты такой много таких бегает подождите разве Навал не знал что Давид герой когда он защищал жизнь Навала когда он шел на Голиафа а вдруг он отворачивается теперь от него и говорит а много таких бегает и Давид смотрит он в своей стране он не враг он не преступник но должен бегать вот почему он говорит я мне тяжело когда все люди отвернулись от меня знаете в свое время во второй великой отечественной войне в принципе здесь в Германии третье царство третий мир значит да здреть рай вот когда евреев преследовали первое что сделал Гитлер он пропаганду пустил что это враги то есть он сумел как-то в головы местному населению рассказать что это плохие люди и наивные поверили и знаете в чем была в чем была как бы очень боль такая когда эти люди стояли и обращались и хотели спасти свои семьи к соседям к рабочим многим было безразлично а некоторые боялись помочь потому что знали если поможем будем наказаны и люди уходили родные бог сегодня напоминает нам чтобы мы не были равнодушны к беде другим людей сегодня около миллиона людей бегут с украины мы можем сделать вид что нас это не касается что мы здесь в германии но на самом деле это также наша беда мы не знаем как завтра поведет германия может мы будем беженцами я не знаю поэтому смотрите что давид чувствовал что он остался один люди отворачивались люди не помогали куда не пойдет направо налево люди безразличны друзья почему давид пишет об этом а потому что это может случиться и с нами сохрани нас бог от безразличия чтобы мы сказали ну пусть едут ну мы как-то мы просто помолимся и все бог призывает нас как церковь конкретно служить этим людям вот почему так важно сегодня для нас помогать а не просто смотреть смотрю на правую сторону и вижу что никто не помогает родные у нас есть шанс и я знаю что многие уже здесь открыли свои двери открыли свои сердца открыли свои кошельки и готовы помогать и за это я благодарю бога и последнее с этого текста надежду мою найти только надежду можно найти только в боге в то время когда давид изливает свою душу а интересно что он понимает что моя надежда в принципе не на людей людей люди больше помочь ему не могут они не в состоянии там три тысячи человек он в этой пещере и в этой пещере как бы после этого он пишет этот псалом надежда на людей просто она пропала люди не могут помочь шестой седьмой восьмой стих в немли воплю моему ибо я очень изнемог избавь меня от гонителей моих ибо они сильнее меня вот это признание господи у нас даже шанса нету у нас нету шанса мы не сможем защититься иногда семьям иногда мужчинам нужно признать свое бессилие в семье я не могу не спасти ни детей ни жену я не могу сейчас спасти государство я не могу Давид был сильный признать свою немощь и это начало действия Божьего когда мы признаем а знаете мужчины всегда да и женщины хотят показать себя сильными в немли воплю моему и Давиду не стыдно сказать он вопиет к Богу ибо я очень изнемог мы все можем до какой-то степени нести груз ну например можно день-два не поспать сильными быть да вот пройти какой-то а если три-четыре не поспать а если месяц вот пешком идти где-то понимаете силы иссякают когда нагрузка не уходит и поэтому он пишет у меня силы понимаете когда мы говорим о Давиде это же не просто один день он скрывался в пещере а так он жил у себя дома вот и они так поиграли вот и все и он домой пошел три года бегает и просто сильный мужчина он говорит я просто у меня нету сил господь я просто устал я устал я сегодня ночью проснулся и опять думал об этих событиях и я понимаю теплая кровать теплое одеяло рядом жена все мирно а в это время кто-то на границе стоит и может спать сотни тысяч а кто-то потерял свою квартиру у кого-то газ отключили сейчас прямо вот в это время пока мы здесь разбомбили а кто-то кто-то уже хоронит и я понимаю господи это тяжело нам мы только воспринимаем на уровне информации мы пока еще не понесли вот и понять я не могу до конца это все понять но мы можем вместе сочувствовать и быть и молиться поэтому я благодарю Бога что мы сегодня как церковь многие раз много раз молились еще раз еще раз господи помилуй выведи из темницы душу мою чтобы мне славить имя твое и вот здесь надежда смотрите каждый псалом он начинается не каждый но многие когда давид или псаломопевцы открывают свою боль говорят и кажется ну вот все так безнадежно но каждая молитва она кончается огромной надеждой а надежда на кого выведи из темницы душу мою чтобы мне славить имя твое и дальше вокруг меня соберутся праведные когда ты явишь мне благодеяние родные бог есть бог милости кто знает историю давида что и три тысячи войск хотя может в сотни раз сильнее были давида не смогли поймать его как как объяснить ну реально подумайте только вот сейчас окружат здесь три тысячи человек и вот они бегают рядом уже голос не смогли а в чем секрет вы скажете давид хорошо мог прятаться да нет бог сохранил и поставил на царство защитил а врага его убрал а интересная вот какая мысль я буду заканчивать что давид никогда не просил смерти врага это очень важно что здесь когда он говорит об этом вокруг меня соберутся праведные когда ты явишь мне благость речь не идет когда мы молимся за войну речь не идет господи убей всех врагов ненависть никогда не решение проблемы родные суть не в том что бог всех врагов убил суть в том что враги домой пошли те кто согласен хочет сейчас воевать господи отошли их домой ты разберешься мы не молимся о смерти врагов мы хотим благословлять то что делал то что делал давид не благословлять на войну а чтобы сохранил господь дал мир в этом выход когда мы можем склонять колени и молиться господи защиты украину и сегодня отошли тех людей кто пришел воевать убивать господи пусть они домой идут у них есть свои семьи это наша молитва родные как давид изливал свою душу и в то же время руки его были чисты и сегодня мы можем так же как церковь молиться за эту ситуацию и не только молиться но и мы уже говорили о возможности помогать мы будем говорить объявлять в дальнейшем как мы можем финансово помочь как мы можем конкретно может кого-то взять мы об этом будем говорить и молиться поэтому если тебе тяжело изливай свою душу но не обвиняй Бога говори Бог поймет тебя и поддержит и выведет аминь давайте встанем помочь встанем встанем Субтитры создавал DimaTorzok